Ну, наверное, так. Значит, тут много было воспоминаний, много было сказано, но, наверное, я скажу то, что не каждый знает, не каждый может услышать и так далее, и так далее. Вот. Мы с ним знакомы, вы не поверите. Он жил в этом вот доме на Ковенском, да, на седьмом этаже, там в замке, так сказать. Мои прародители, моя бабушка и дедушка жили на первом этаже, в этой же парадной. Вот. Об этом знают сейчас многие, и когда... Но они там жили, а я там не жил. Но иногда меня привозили. Я жил вообще в славном городе Львове. Есть такой город, западная Украина, совершенно замечательный и незабываемый мною лично. И вот меня привозили туда, к бабушке и дедушке, на первый этаж, в Ковенского переулка. И, значит, я вспоминаю, память была такая, мы потом с Балу как-то так вот напрягались и вспоминали, что угол улицы Восстания Ковенского переулка, там был такой маленький палисадничек, там был как, да, вот так, как, какая вот, да, оплачали. Садик-слоник был. Садик был, да. И мы с ним там играли в песочнице. Понимаете, что? В совершенно каком-то невероятно юном, молодом возрасте. И даже был такой эпизод, я потом это запомнил, потому что он меня беспокоил потом, когда уже с Балу, уже отношения были такие замечательные, что... А человек ведь он же склонен к стимуляции своих переживаний, не только в освобождении своих бессознательных переживаний, да, архетипических склонностей, и к этому имеет место быть. Но ещё и ранний возраст, и какие-то события, которые выпали из памяти, но потом при определённых обстоятельствах, они так высвечиваются, что просто ой-ой-ой-ой-ой. И тут создаётся чувство благодарности, чувство восторга, чувство какой-то вины, какое-то непринятие. Причём весь спектр эмоциональных каких-то чувственных высвобождений человеческой психики, он очень в таком гибком аспекте может высвечиваться очень чётко и ясно. Почему это я говорю? Да потому что он был в замке, папа-генерал, мама, тоже хороший человек. Вот, и... Да я же знаю. Я иногда цинично шучу, но на уши собакополитие выслушать. Вот. И он приносил в эту песочницу какие-то вкусные булочки. А я не очень булочками питался, было голодное детство достаточно, и вот я у него отбирал эти булочки и говорю, иди и принеси ещё. Он говорит, ну как же я, ну вот, и я брал песочек и швырял ему, значит, в его лик, который сейчас апреля как ого-го, а я-то был папа-фо. И вот это вот чувство такого вот какого-то, какого-то диссонансного какого-то ощущения, оно остаётся. Между прочим, если человек себе позволит психопаранализировать себя на очень глубоком и тонком уровне, то у него могут высветиться очень-очень интересные ассоциации и воспоминания. Потому что все мы родом откуда? Из детства, да, и поэты, это там, у сие есть бытие. Что я ещё хотел сказать? Мы потом расставались, мы потом не общались, а потом, поскольку я тоже стал психотерапевтом, я стал, от, от, окончил этот же институт, у нас разница по возрасту один год. И я закончил этот же институт, и я был педиатром. Я ненавидел педиатрию, и я хочу повиниться в этом, потому что это вот, когда видишь детский лик, и на периферии, да, и какие-то инфекционные заболевания, и вкалываешь ему иглу в подключичную артерию субклярия, да, и держишь это там, и не подумаешь уже о том, что стояки с глюкозой, с изостворами, держишь для того, чтобы его вывести из этого состояния, из интоксикации, а он... Ну, в общем, это было не по мне, а я грезил психологией, психиатрией, психотерапией, и ещё, и ещё какими-то вещами. Я этого достиг. Я убежал из психиатрии, ой, из педиатрии, будучи в ординатории, написал, подготовил диссердацию, и порвал её, чтобы уйти из этой специальности. Увидимся, да, каюсь, нельзя было, но, как бы, все мы какие-то импульсивные, не очень, как бы, адекватные тому, что окружающее общество о нас может подумать, но, тем не менее, факт. И ушёл в психиатрию, и поработал клиническим психиатром очень-очень долго, и потом ушёл в психотерапию, чем мы были счастливы, и только год или полтора, нет, уже два. Закончил свою деятельность на этом помрище. С балу связано было бы очень много. Я не буду говорить о том, что он учил, чему он учил, все это всё очень хорошо знают. Это всё совершенно уникальный опыт познания такого человека, и тех истин, которые он мог давать на осознанность, на впечатление. Дело в том, что он, я так думаю, что он последний из Магикана. Больше такого человека мне представляется не будет. Не потому что небожитель. Нет. Он вполне заземлённый человек был, но он был особенный человек. Он был особенный, отличающийся какими знаниями, какими-то, понимаете, множеством различных знаний. Литература, искусство, живопись, музыка. Как к нему тянулись музыканты, скрипки какие звучали. Ваш покорный слуга, который, не умеючи ничего там поигрывать, ну, сыграй, Витюша, что-нибудь. И я что-то там изображал на этом пианино замечательный и так далее, и так далее. Балу необыкновенный. Он не познанный, я так думаю, он не познанный. И познан не будет, уверяю вас. А вообще никто из нас не познан до конца, потому что, опозная самого себя, ты обретёшь истину, да? Нетушки, ни фигушки, извините, сленгова. Мы не познаем никогда истину выше. Нет правды на земле вообще, и нет её и выше, и подсказанного, да? Вот так вот мой друг Гораций. Ну вот и всё. Всё, что я хотел о нём вспомнить, потому что это явление. В моей жизни это было явление. И то, что он ушёл, единственное сожаление, что я не закрыл ему глаза. Вот это действительно так. Потому что десятки лет, которые я у него был, из которых мы пошли вместе, и зримо, и незримо. Ах, ну ладно, нет.